Саудовская Аравия собирает союзников на фоне конфронтации с Ираном. 20 мая 2019 года. Военное обозрение. Саудовская Аравия собирает союзников на фоне конфронтации с Ираном. Эр-Рияд созвал экстренную встречу лидеров арабских государств на фоне сообщения о том, за атакой на нефтяные танкеры в Персидском заливе стоит Иран. Источник изображения. Тап-Уор-Дат-Ру. Король Саудовской Аравии, Са, Салман бен Абдил-Азиз Аль-Сауд, созывает экстренный саммит Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Темой грядущих мероприятий станет обострение отношений с Ираном. Хранитель двух благородных святынь призывает своих братьев-лидеров арабского мира принять приглашение на встречи, которые пройдут в Мекке 30 мая. Говорится в сообщении Саудовского новостного агентства. СПА. Иран угрожает безопасности арабских государств. Эр-Рияд четко обозначает, что саммиты в первую очередь будут посвящены противостоянию с Тагираном, а также влиянию недавних атак на экономическое благосостояние региона и стабильности поставок нефти на мировые рынки. Тем временем глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, Адиль Аль-Джубейр, заявил, что Иран виновен в дестабилизации ситуации в регионе. Он также подчеркнул, что Эр-Рияд сделает все, чтобы предотвратить возможную войну между странами. Однако, в том случае, если другая сторона в качестве метода решения проблем выберет путь вооруженной конфронтации, Саудовская Аравия ответит ей со всей силой и решительностью. СА призывает мировое сообщество встать на свою сторону и воздействовать на Иран с целью заставить его прекратить текущую деятельность. Источник изображения Повреждения на одном из нефтяных танкеров после нападения На грани войны Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, не переходивший до сих пор в прямую конфронтацию, продолжается уже несколько лет. В частности, в Емении, Иран поддерживает движение шиитских повстанцев-хуситов, обучая их и поставляя им оружие. Саудовская Аравия же, в составе коалиции арабских государств, пытается подавить хуситское восстание и передать полный контроль над страной в руки суннитского правительства. 13 мая появилась информация об атаке на нефтяные танки в Ревоманском заливе и портах Объединенных Арабских Эмиратов. Нападение было проведено вскоре после того, как США предупредили арабские страны Персидского залива о возможной атаке на коммерческие суда со стороны Ирана. Всего пострадали 4 танкера. Позже в эфире канала NBC News появилась информация о том, что за нападением на суда стоит Тегеран. Тем временем командующий иранским корпусом Стражи Исламской Революции, Ксир, генерал Хасейн Салами выступил с заявлением. В ходе него он подчеркнул, что Иран не хочет войны, но не боится ее, после чего обвинил противника в трусости, добавив, что, в свою очередь, США и Саудовская Аравия войны хотят, но боятся ее начинать. Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.